Друзья, добро пожаловать на канал «Хочу в Америку». Сегодня выпуск из штата Мэйн, самый северо-восточный штат Соединенных Штатов Америки. Сегодня мы с вами увидим столичную Августу или Августа. Сегодня мы посетим прекрасный национальный парк Аркадии. Увидим много-много курортных и мелких городишков в этом прекрасном штате. И, конечно же, с нами будет потрясающая природа в виде золотой осени штата Мэйн. Добро пожаловать на канал. Не забудь подписаться, поставить лайк, и, возможно, рассказать в своих соцсериях про мой канал. Возможно, кто-то из ваших друзей найдет здесь что-то интересное. Привет! Давайте начнем! Штат Мэйн — это не только красивая природа, что, безусловно, основной козырь для посещения этого штата, но и уникальные люди, которые здесь рождены, жили и работали. Ну и, конечно же, потрясающая архитектура, которая зачастую похожа на колониальный стиль, на викторианский стиль, на готику, и очень много такого некого деревянного зодчества. Поэтому, находясь в штате Мэйн, безусловно, стоит охватить все это и посмотреть. Так что, друзья, добро пожаловать в штат Мэйн. Фактически в каждом из штатов Соединенных Штатов Америки есть свои уникальные люди, которые здесь когда-то жили, родились и известны всему миру. Так вот, один из известных людей штата Мэйн — это маленькая девочка по имени Саманта Смит. Люди моего поколения. И, может быть, те, кто старше, прекрасно знают это имя и фамилию, ведь именно это та девочка, которая не побоялась и в разгар холодной войны написала письмо никому иному, как Юрию Андропову, на тот момент генеральному секретарю Коммунистической партии и главному человеку Советского Союза. В 1985 году она посетила Советский Союз с дружественным визитом по личному приглашению Юрия Андропова. Памятник данной девочке вот находится за моей спиной, которая держит его как голубя. В ногах у нее сидит плюшевый мишка. Это признак детства и добрых намерений. Известным человеком штата Мэйн самый знаменитый американец, наверное, из современников. Это Стивен Кинг. Он проживает именно в этом штате. И не мудрено, что такому гениальному человеку приходят в голову такие странные и, наверное, все-таки гениальные идеи в написании своих книг и рассказов. Что ж, Стивен Кинг проживает здесь, в штате Мэйн. Капитолий штата Мэйн ничем не отличается от других нукапитолиев, которые есть в Соединенных Штатах Америки. Что такое нукапитолий? Это парламент, где принимаются законы на уровне штата. Состоит из двух палат. Из палаты представителей и палата сенаторов. Что уникального именно в этом нукапитолии? Так это то, что архитектор, который построил Вашингтонский нукапитолий и штата Мэйн, это один и тот же человек. Самое интересное, еще капитолий штата Мэйн, это своего рода интересная организация, не организация, строение, наверное. Вот под, значит, за моей спиной находится сам капитолий и площадь перед капитолием для стоянки автобусов, машин и так далее и тому подобное прямо напротив находится библиотека и архив штата. Но, что самое интересное, вот под этой площадкой, на которой стоит автобус, на котором мы приехали сюда, в штат Мэйн, находится огромный бункер на случай атомной войны. И бункер рассчитан ровно на то количество людей, которые работают в Капитолии. То есть, в случае опасности конгрессмены, сенаторы спускаются в бункер и достаточно долгий период времени пережидают атаку, возможную атаку. Но бункер не рассчитан на кого-то другого, кроме управленцев из этого прекрасного здания. Так что, друзья, имейте в виду. Штат Мэйн расположен в Новой Англии на северо-востоке Соединенных Штатов. Мэйн граничит со штатом Нью-Гемпшир на западе, а также с Канадой, провинциями Квебек на северо-западе и Нью-Браунсвик на северо-востоке. С юга побережье умывается водами Атлантического океана. На территории штата Мэйн расположена самая восточная точка континентальных штатов США – Маяк, Уэст, Кводин. Происхождение названия штата Мэйн нет единого мнения, а одной из популярных версий – это происходное от английского слова «Mainland», что в переводе на русский «материк». Тем не менее, в 2001 году законодательное собрание штата Мэйн приняло резолюцию, в которой говорится, что штат был назван в честь одноименной французской провинции. Именно эта версия происхождения, название считается сейчас официальной. Значительная часть территории штата Мэйн занята отрогами гора Палачи. На западе протянулись хребты белых гор, на северо-востоке расположены горы Лонгефола, а юг и юго-восток штата Мэйн – это значительная часть атлантической низменности. Береговая линия штата изрезана бухтами и заливами вдоль побережья, расположены сотни островов. Значительная часть территории штата покрыта хвойными лесами, именно поэтому штат Мэйн имеет прозвище «Соснового штата». Для штата Мэйн характерен влажный континентальный климат с теплым влажным летом и холодный, особенно на севере штата, снежной зимой. Первым европейским исследователем территории современного штата Мэйн стал в 1604 году знаменитый французский первопроходец Мюэль де Шамплен. В начале XVII века французы основали здесь несколько католических миссий и торговый пост. Вскоре претензии на эти земли предъявили и англичане. С 70-х годов XVII века и на протяжении столетий территория штата Мэйн сложила причиной постоянных споров, конфликтов и войн. Лишь с окончанием в 1763 году франко-индейской войны Англия установила полный контроль над регионом. Жители Мэйна, тогда этот штат не был самостоятельным штатом и являлся частью Массачусетса, активно участвовали в войне за независимость. В истории США вошло сожжение Фалмута в 1775 году, когда британские корабли подожгли порт Фалмут, современный город Портленд, а высадившийся десант завершил уничтожение города. Статус штата Мэйн получил только в 1820 году, став частью компромисса Миссури. Тогда для поддержания равновесия в Конгрессе США, в состав США входили два новых штата, рабовладельческий Миссури и Мэйн, в котором рабство было запрещено. Мэйн – это малонаселенный штат, в самом большом его городе Портленде жителей всего лишь 70 тысяч, а в столице штата Агасте живут около 20 тысяч. И, кстати, самое высокое здание штата – это 16-этажный дом. В штате Мэйн очень много этнических французов и франкоязычных жителей. Из всех штатов США их больше только в Нью-Гэмшире и, наверное, Луизиане. Это связано с историей штата, а также с соседством с франкоязычным канадской провинцией Квебек. Основой современной экономики штата Мэйн является сельское хозяйство, рыболовство, судостроение, лесная и целлюлозно-бумажная промышленность. В последние десятилетия в штате быстро и успешно развивается туризм. Не случайно второе прозвище штата – страна отпусков. На территории штата расположен национальный парк Акадии, единственный в Новой Англии. Парк занимает несколько островов, в том числе часть острова Маунт-Дезерт, одного из самых больших на востоке США, и часть полуострова Скудик на южном побережье штата. Для Акадии характерны горные и гористые прибрежные ландшафты. Именно здесь расположена самая высокая точка на Атлантическом побережье страны – гора Кадиллак. Большая часть территории парка покрыта хвойными лесами, в которых живут медведи, лоси, олени и много других разных животных. Самая высокая точка не только национального парка Акадия, но и, пожалуй, всего Мэйна, а то, может быть, даже и всего северо-востока Америки – это, безусловно, гора Кадиллак. Высота над уровнем моря – 1336 метров. Следующая, вторая точка по величине, откровенно говоря, не помню, как называется, но знаю высоту – 1069 метров. То есть чуть ниже, чем данная точка. И в данный момент я нахожусь как раз вот на самой высокой точке этого региона, скажем так. Но если залезть на этот камень, то я буду выше всех сейчас. Горы Кадиллак открывается вид на городок Бар-Харбор, который находится внизу, куда мы отправимся покушать лобстера. Кстати, дорогие друзья, советую всем абсолютно, кто будет в Мэйне, откушать лобстер в любом виде, будь то в виде супа, либо отварного, либо что-то еще, потому что лобстер из штата Мэйн считается лучшим во всей Америке. Если на морепродуктах с маркировкой Made in Maine стоит эта надпись, то это гарантия качества. Бар-Харбор внизу, периодически в лесу, и здесь на горе есть вот такие надписи, что наступать нельзя, и вот такие огороженные территории. Расскажу вам, что это такое. На этом месте произрастает очень редкий вид мха, на который нельзя наступать, потому что он размножается на протяжении 2 квадратных сантиметра в 100 лет. Поэтому считается реликтовым очень редким и защищается не только национальным парком, но и правительством штата Мэйн. Поэтому, если будете находиться в этой зоне, убедительная просьба, не наступайте на эти места, потому что там очень-очень медленно происходит жизнь. Следующая остановка нашего путешествия – заход в Бар-Харбор. Точнее, не заход, а ворвались мы туда, потому что все знали, что именно в этом городке самый вкусный лобстер, самый лучший шеф-повара, который готовит чудеса с этим ракообразным. Даже находясь в Калифорнии, будучи в ресторане морепродуктов, я спросила у официантки, откуда будет лобстер, который нам сейчас подадут. Она осмотрела нас и с гордостью произнесла, что лобстер был выловлен у берегов штата Мэйн. Значит, друзья, вокруг природы неописуемой красоты. Не знаю, выглядело ли это место так же, когда тут делами заправляли местные индейцы, но впечатление такое, что здесь мало что изменилось, и цивилизация навряд ли коснулась острова, сосновые леса, спускающиеся со склонов живописных горных массивов. Вершины гор не видно, они утопают в молоке утреннего тумана. Бар-Харбор расположен на острове Маунт-Дезерт. Это действительно совсем крошечное по размерам селение. Местных жителей здесь чуть-чуть больше пяти тысяч, но во времена сезона, когда летний сезон, количество жителей увеличивается до пятидесяти тысяч. На улицах плотно расположились огромное количество кафе и ресторанов, где можно попить пиво с морскими раками или отведать знаменитого новоанглийского клейм-чаудер, морской суп из моллюсков. В городе множеством отелей и отелей. Здесь находятся коттеджи знаменитостей из-за житочных людей. Тут живут Тим Робинсон, Сьюзан Сарандон, Марта, Стюарт и Дэвид Рокфеллер. Здесь жила и отдыхала семья президента Барка Обамы с тысячи... извините, с 2010 года. Тяжелым испытанием для города стал пожар 1947 года. Из-за засухи воспламенились ближайшие клюквенные болота. Огонь быстро перекинулся на город Бар-Харбор, уничтожив исторические сооружения, среди которых было пять гранд-отелей. К счастью, центр города не пострадал, и многие испавшиеся коттеджи в наши дни используются в качестве гостиниц. Несмотря на то, что в городе не существует официального здания музея, изобретательные муниципальные власти учредили его под открытым небом. Повсюду расставили информационные стенды с описанием давних событий. Как и в других исторических и туристических центрах, можно воспользоваться экскурсионным автобусом и проехаться по старинному городку. Что на самом деле улочки Бар-Харбора дышат стариной, этого чувствует каждый. Это не просто реконструированная история, а естественное состояние города. В нем все пропитано размеренностью и тихим достоинством. Галереи и художественные мастерские приглашают приобрести кусочек счастья, созданного в Бар-Харборе. Если говорить о городках Мэйна, то, несомненно, любой из них достоин вашего внимания, будь то Бар-Харбор, Кенни-Банк, Кенни-Порт или крупнейший Портланд или столица Аугуста. Эти городки, они очень атмосферные и всякий раз проникаешься каким-то невероятно домашним чувством и всякий раз ловишь себя на мысли, что тебе хочется сюда вернуться, здесь хочется еще задержаться. Здесь хочется почувствовать тепло домашнего очага. Кстати, в каждом отеле, в котором жила наша большая группа, их было три штуки, были камины, которые вечерами зажигались настоящими дровами. Этот невероятный запах огня присутствовал практически в каждой комнате. Ну, раз я заговорил про отели, то могу вам сказать, что практически, где бы вы ни остановились, вас ждет теплая комната, обалденные кровати и теплые одеяла, которые свойственны только северным направлениям. Причем я могу вам сказать, что отметить мое наблюдение, что вся кухня, абсолютно, которая была подана нам на протяжении трех дней пребывания в Мэйне, заслуживает настоящих мишленовских звезд, потому что все очень вкусно по-домашнему и с настоящим изыском. Это не реклама, это мой опыт. Ну, а впереди нас ждет с вами круиз по бухте Портланда с выходом в открытый океан. К сожалению, китов мы не увидели, но получили настоящее удовольствие от солнечной погоды и потрясающего, шикарного воздуха. Но пока вернемся в парк Акадия. Побережье штата Мэйне не ровное и не прямое, а абсолютно раскромственное на всякие бухточки, лагуны. И так далее, и тому подобное. Но при этом на подходе к Мэйну очень много островов. Вот за моей спиной как раз вы можете видеть часть из них. И их просто бессмертное количество. Острова практически необитаемы. Во времена развитого пароходства и кораблеплавания эти острова служили надежной защитой от пиратов и от вражеских судов, поскольку линию Мэйна, штата Мэйн, береговую линию, практически нигде нельзя было найти. И эти воды знали только местные рыбаки и местные жители. Что не мешало периодически нападать на Мэйн всяким английским, французским пиратам. При всем при этом Мэйн также славится маяками. Они появились уже гораздо позже. Так что вот такая небольшая история и экскурс в географию штата Мэйн. Так что, ребятки, вот такие дела. Ну и хочу сказать свое мнение по поводу вот этого всего вида. Воздух здесь прям хоть ешь. Очень чистый, приятный. И смесь хвои с морской солью. Очень круто, поэтому если вы сюда приедете, неважно летом, зимой или осенью, я думаю, что вы оцените качество воздуха. Субтитры делал DimaTorzok Называется это озеро Джордан. Но прошу не путать, это не связано со страной Ярданией. Это озеро носит имя бывшего владельца этих земель, его звали Джордан. В парке Акайзе достаточно много обзорных площадок, на которых доступно много людей. Поэтому если вы хотите уединенности, то приезжайте сюда пораньше, чтобы избежать вот такой толпы людей. Причем при этом парк открыт круглогодично, за исключением зимнего периода времени, когда здесь идет дождь ледяной и гололед. Тогда парк закрыт. Но в любом случае самое комфортное времяпрепровождение здесь это будет лето и осень. Находясь в такой красоте, спешу вам напомнить, что лучше бы, конечно, подписаться на мой канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на моем канале. Ну и в завершении обещанный круиз с выходом в открытый океан. К сожалению, китов так мы и не увидели. Хотя поговаривают туристы, что кто-то периодически встречает их у этих берегов и в большом количестве. Нам просто не повезло. Так что, друзья, если вдруг у вас появится желание посетить прекрасный штат Мэйн, рекомендую вам поехать ранней осенью, чтобы увидеть обилие красок, красочных красных клёнов, золотые деревья, березы, липы. Это безумная игра красок. К сожалению, видео не передает ту бурю эмоций и ощущений, которые вы видите собственными глазами. Именно, наверное, поэтому тревел-блоги никогда не заменят настоящих поездок. Я рекомендую и советую вам отправиться в путешествие прямо в ближайшие выходные, пусть даже на дачу или в ближайший загород. Что же, друзья, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы поставите лайк, подпишитесь, если вдруг не подписаны по какой-то причине. Нажмете на колокольчик, чтобы не пропустить интересные видео потом. Они будут, и я уже работаю над одним большим видео из Калифорнии, Аризоны и Невады. Так что, друзья, в ближайшее время все у вас будет. Не забудь подписаться, поставить колокольчик, нажать колокольчик и поставить лайк. Спасибо вам и всего хорошего. Добра вам. Здоровья вашим близким. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...